Приветствую, я Константин Игначук, мой собеседник, военный эксперт, полковник Сергей Грабский. Мы поговорим о том, надолго ли хватит сил у российской армии, чем Украине может помочь Израиль, но вначале обсудим, действительно ли война уже переместилась на территорию России. На территории России, прилегающих к Украине областях, Курской, Брянской, Белгородской областях, в последнее время происходит серия каких-то взрывов, происшествий. В России их называют хлопками, несчастными случаями и так далее. Ну, как бы всем понятно, что это не просто так происходит. Можно ли говорить, что война переместилась на территорию России? Объективно, да. Объективно можно говорить, что война переместилась на территорию России, и это такие хлопки, за которые вы говорите, это не обязательно могут быть действия даже украинских. Вооруженных сил, потому что война – это не всегда линейные действия. А сейчас можно сказать, что война – это гибридные действия. В данном случае речь может идти о таких предположительных действиях, которые все равно являются признаками войны. А именно создание картинки или формирование общественного мнения в российском обществе для того, что необходимы какие-то более активные, агрессивные действия. Я хочу избежать этого термина «мобилизация», но тем не менее. Для того, чтобы ответить в скобках бандитскому нацистскому режиму в Киеве. Второе. Я не могу исключить, конечно, отдельных действий или нашего сопротивления, скажем так, и наших специальных подразделений. Но в то же время, кто знает, возможно, есть россияне, которым не нравится именно политика Путина, которые таким способом пытаются остановить войну. Или хотя бы попробовать остановить эту войну. Ну и третий вариант, который тоже, в принципе, нам подходит, и я объясню потом, почему – это неизменная коррупция. То есть нужно понимать, что хлопки и дымы появляются на объектах, которые могут быть хранилищами или, соответственно, боеприпасов, возможно, вооружения или даже топлива. И очень сейчас удобно скрыть какие-то хищения или коррупционные действия тем, чтобы свалить вину на мифических, а может быть, не очень мифических, украинских диверсантов. Почему для нас это все равно война и все равно выгодно? Потому что в любом случае боеприпасы взрываются, топливо выгорает. И сколько бы его там не было, пусть его даже было меньше, чем заявлено, но с этой базы, с этого хранилища ни боеприпасы, ни топлива не поступают в российские войска, что объективно работает на пользу украинской армии. А может ли быть связано очищение таких случаев с тем, что украинская армия начинает получать сверхсовременное западное вооружение? Нет, в данном случае мы об этом пока не говорим, потому что, несмотря на то, что мы получаем достаточно современное западное вооружение, это вооружение не предназначено для именно таких целей. То есть для того, чтобы наносить удары, во-первых, это нецелесообразно на сегодняшний момент, а во-вторых, не всегда хватает дальности и мощности данного вооружения, чтобы нанести такой существенный удар. То есть нужно понимать, что для того, чтобы загорелось хранилище, нужно достаточно мощный комплект вооружения, чтобы заставить это хранилище гореть. То есть нужно подорвать его чем-нибудь или даже поджечь просто так. Но то вооружение, во-первых, вспышки были бы засечены, и поверьте мне, российская сторона сразу нас объявила, что система залпового огня, которую скрыть невозможно, открыла огонь по сопредельной территории. Нам это пока не нужно. Мы пока не говорим о такой интенсивности боев. По мнению политолога Тараса Березовца, не исключен тот вариант, что за некоторыми из диверсий могут стоять и западные спецслужбы. Что вы об этом думаете? Вы знаете, вот здесь я как раз должен с Тарасом не согласиться, потому что это не имеет никакого смысла, и потребности западным спецслужбам подвергать себя риску на таком достаточно примитивном тактическом уровне нет абсолютно никакой. Мы видим, и в подтверждении моих слов, мы видим, насколько аккуратно и корректно западные средства массовой информации, которые представляют правительство и деловые круги, фильтруют всю информацию, которая может быть неверно истолкована в российском политикуме, в российском обществе. То есть вы видите даже разговоры о том, что там закройте небо, и Запад не может закрыть небо, поставьте нам оружие какого-то типа, Запад не может нам поставить оружие, хотя он в данном случае не подвергает себя никакому риску. Оно вызывает такие определенные задержки. И в данном случае зачем им после таких колоссальных усилий, чтобы избежать какого-либо обвинения в эскалации конфликта, подвергать себя риску быть засеченным или уличенным в совершении таких достаточно примитивных диверсий, которые, в общем-то, не играют никакой роли и не выполняют никаких объективных задач наших западных союзников. С украинской стороны с недавнего времени действует легион «Свободная Россия», который комплектуется в основном из россиян. И в частности советник главы офиса президента Арестовича высоко оценивал их деятельность и не исключал также возможность, что диверсии на территории России могли совершаться либо этим регионом, либо людьми, сочувствующими этому региону. Как вы думаете, насколько массовым может быть внутреннее сопротивление в России? Я не исключаю, я об этом уже говорил, что отдельные диверсии, и не только такие диверсии, а, например, случаи поджога военкоматов, которые тоже участились, могут быть сопряжены с действиями некоторых или неких оппозиционных сил. Возможно, даже некоторые из них знакомы с деятельностью этого легиона «Свободная Россия». Но, опять же, я подчеркиваю некоторое. Говорить о массовом сопротивлении или противостоянии действующему политическому режиму в России на сегодняшний день не приходится. Народ еще не дошел до того уровня понимания своего бедственного положения, который бы подвиг его на какие-то агрессивные действия против этого правительства. Давайте не будем забывать, что в течение 20 лет российское общество подвергалось тотальной пропаганде, влиянию этой пропаганды. И там сформировалось уже, простите, за целое поколение такое достаточно устойчивое общественное мнение, которое полностью доверяет, и это не надо скрывать, действующей политической власти, действующему политическому режиму в России. Поэтому говорить о каком-то осознанном, серьезном и системном сопротивлении действующему режиму еще очень и очень рано. Такой силы там нет. Все-таки вот об этих взрывах, которые происходят на территории России, российская пресса, российское руководство говорит довольно осторожно. И либо пытается как-то замять эти инциденты, либо говорит об украинском следе довольно сдержанно. Как вы думаете, почему? Вопрос хороший, конечно. Потому что, знаете, тут, по-моему, еще российская политическая машина не дозрела до того, как интерпретировать все эти действия. То есть мы с вами рассмотрели уже несколько вариаций действий, они как бы абсолютно разновекторные. и придать как бы единый вектор или назначить одного виновного в этом как бы достаточно сложно, и они еще не готовы. То есть нету такой вот именно задачи. То есть опять же, они могут разбираться внутри себя, потому что как мы не исключали, это может быть как бы и сокрытие коррупционных действий, это могут быть и провокационные действия ФСБ. То есть, ну, как у нас любят говорить, наверное, еще не написали методичку, как интерпретировать эти действия в общем. Поэтому и зная их осторожность в описании этих событий, они как бы пока пытаются это сглаживать там, а когда уже будет принято какое-то волевое решение, тогда нам уже огласят их вердикт, кто же все-таки был виновен в этих подорывах, в этих хлопках и так далее и тому подобное. Но не сейчас пока. Как вы считаете, Россия объявит официально войну Украине? Нет, не объявит. И это я в этом как бы абсолютно уверен, потому что объявление войны Украине на сегодняшний день будет означать военное поражение России. И оно не будет принято российским обществом. Одно дело, как они сами утверждают, воевать с блоком НАТО, и совсем другое дело объявлять войну недостранне, которую они... Идею об этой недостранности нашей недостраны они холили и лели в течение 20 лет, и тут внезапно объявить войну ей, это как? Это вообще не вписывается ни в какие рамки российской политики на сегодняшний день. Поэтому я категорически исключаю вероятность того, что Россия объявит войну Украине. Нельзя объявить с их точки зрения войну государству, которого в их понимании не существует в природе. Как вы считаете, Россия способна продолжать активные боевые действия довольно долго, без всеобщей мобилизации? Да, безусловно. Да, безусловно. На сегодняшний день еще рано говорить о том, что Россия пойдет на такой отчаянный шаг, как мобилизация, всеобщая мобилизация. Потому что пока соотношение как бы воюющих сторон позволяет им продолжать боевые действия без объявления такого отчаянного шага, который просто поставит страну на колени. Потому что мобилизация, она означает серьезнейшее ограничение для всего населения. Мобилизация означает капитальный отток рабочих рук из экономики, который и так, мягко говоря, не прогрессирует. Мобилизация потребует просто колоссального привлечения ресурсов и не только денежных, а и материальных, и финансовых для обеспечения этого действия. Мобилизация имеет еще такую рисковую составляющую, если можно так сказать, в том, что неизвестно, как оружие, которое получат мобилизованные, будет использовано. Пойдут ли они воевать или оружие будет повернуто против внутреннего политического режима. Россия – это как бы лоскутная страна, состоящая из большого количества субъектов федерации. Мы уже видели с вами боевые столкновения между бравыми чеченцами и отчаянными бурятами в районе Херсона. Кто знает, как поведут себя вооруженные люди разных национальностей, которых в принципе ничто не объединяет. Как они будут действовать в тех или иных ситуациях и хватит ли у кремлевского руководства ресурсовые возможности, чтобы стабилизировать такую ситуацию. Поэтому это очень нечаянный шаг. Я имею глубокие сомнения, что они на сегодня так решатся. Но пока они в той интенсивности боевых действий, они пока еще могут позволить себе вести боевые действия без напряжения сил и ресурсов. Как вы считаете, российская армия показала уже максимум своих возможностей или у нее есть какой-то туз в рукаве? Нет. Нет у них никакого туза в рукаве. И российская армия использовала как бы в броске на Украину свой фасад. И почему я в этом уверен? Потому что мы видим, что представляет из себя так называемая вторая волна, а именно мобилизованные ЛНР, ДНР, чем они вооружены, как они обеспечены, ну и как они воюют. То есть вы понимаете, реформа российской военной машины времен Сердюкова привела к тому, что они значительно сократили именно такую мобилизационную составляющую. То есть Россия комплектовалась войсками как бы первого эшелона ударными и они всегда рассчитывали на блестящие победы в очень коротком промежутке времени, потому что российское общество не готово принять мобилизацию и не готово терпеть долгосрочную войну. Именно вот в том понимании, которым мы рассматриваем мобилизацию и долгосрочную войну временом Второй мировой войны. Да, из регионов можно вытаскивать людей, да, из регионов можно формировать какие-то подразделения, части железа в России тоже хватает, но не более того. Не более того, но однако есть такая фраза «большая льдина долго тает». Нужно понимать, что Россия объективно является хранилищем просто колоссального запаса вооружения, боевой техники. То есть железа у них очень много, людей у них хватает. То есть даже если мы говорим о мобилизационном, общем мобилизационном потенциале, который составляет примерно 10% населения, поверьте мне, 10% из 14 миллионов, даже без объявления мобилизации, около миллиона они всегда смогут собрать, а это очень много. Тогда, на ваш взгляд, как в ближайшие месяцы будет развиваться война? Вы знаете, очень сложно говорить, очень сложно об этом говорить, потому что это зависит просто от такого непредсказуемого количества факторов, которые включают от себя и политические решения, и экономическое состояние, и в том числе даже поставки вооружения и боевой техники, и плотность боевых порядков, и обеспечение этих боевых порядков, и возможность совершения маневров передислокацией, концентрации войск и так далее и тому подобное. Даже погода может влиять на события в ближайших недели, месяцов. Поэтому говорить очень сложно, но нужно понимать, что украинская армия не может просто накопить такого же потенциала, просто физически у нас нет такого потенциала, поэтому мы вынуждены будем работать по плану интенсивных боевых действий, интенсификации и эффективности боевых действий, то есть небольшими подразделениями с использованием передовых типов вооружения, наносить удары, которые будут заставлять противника откатываться, как это уже было на примере Киева и Чернигова. Таким методом, и этот метод подтвердит свою жизнеспособность, поэтому еще раз, мы будем дарить, это безусловно, мы в отличие от противника не растрынкали свой боевой потенциал, но нужно понимать, что Россия еще достаточно сильна, и знаете, очень трудно может быть просто продавиться через плотные, просто действительно в физическом понимании плотные боевые порядки российских войск, их может быть просто очень много, они могут быть не очень качественно подготовлены, но их очень много. На днях мэр Ивана Франковска заявил о том, что попросил жителей города на 7 и 9 мая уехать из города, поскольку ожидаются ракетные удары. На ваш взгляд, какая цель обстрела россиянами городов на Западной Украине? Ну, в данном случае я, конечно, не хочу оспаривать решение мэра Ивана Франковска, но объективно целью ударов российских вооруженных сил по Западу Украины в первую очередь объективно являются объекты критической инфраструктуры, транспортной, потому что они таким образом полагают, что они способны как бы приостановить поток вооружения и боевой техники, которая поступает к нам. Нужно понимать, что арсенал, которым они пользуются, не всегда точный, и в этом смысле я солидарен с мэром Ивана Франковска и поддерживаю это решение в плане того, что неточное оружие не означает, что оно не может попасть по мирному населению и увеличить ненужные жертвы среди мирного населения, а рассредоточение это всегда было объективным способом уменьшения потерь, о которых мы говорим, поэтому в этом есть смысл. Это прямое следствие того, что у россиян заканчивается высокоточное оружие? Ну, в том числе, в том числе, ну, нужно просто понимать относительность этого понятия высокоточное оружие, то есть ракета, которая вылетела за 2000 километров и отклонилась от точки прицеливания на 100 метров, но это достаточно высокоточное оружие, по моему мнению. Это не ракета Града, которая там на расстоянии 30 километров может отклониться там на 200-300 метров, это совсем другие показатели, поэтому я бы избегал этой формулировки, что у россиян закончилось высокоточное оружие. Модернизированное, да, может быть, но точное оружие, ну, пока нет. А как много у них еще осталось такого оружия, таких ракет? Вы знаете, я даже боюсь сделать предположение, то есть по некоторым параметрам мы имели какое-то представление о количестве, допустим, искандеров или калибров, но оценить точный арсенал, потому что вы же понимаете, что эти арсеналы состоят из оружия, которое вывозилось из Восточной Европы, которое вывозилось из стран бывшего Советского Союза, в том числе Украины и оценить, сколько его и в каком оно качестве и количестве достаточно сложно. На днях в Беларуси объявили о срочных учениях сил быстрого реагирования. Скажите, что это? Это демонстрация Украине или это демонстрация России? И зачем это все происходит? Тут любые такие учения имеют несколько целей. Это демонстрация, во-первых, готовности выполнить союзнический долг, но только демонстрация со стороны белорусского правительства. Это объективная демонстрация и игра мускулами на границе с Украиной и с Польшей в том числе. ну и как бы возможность проверить насколько белорусские вооруженные силы готовы выполнить то или иное задание. Это обычная проверка боевой готовности, которая делается регулярно и в мае месяц как раз это время для промежуточных оценок. Насколько мне известно, с началом активных боевых действий Украина отозвала своих миротворцев которые находились за границей и скажите чем эти силы могут укрепить Украину какие задачи выполнять? Мы говорим о том, что эти миротворцы в первую очередь это вертолетный отряд это были инженерные подразделения то есть конечно же нам нужна и авиационная техника нам нужны специалисты инженерных войск поэтому в этом был смысл страна которая воюет очень тяжело разрываться на несколько фронтов плюс это элементарный риск то есть перевозка воинского подразделения в зону выполнения задач из воюющей страны всегда связана с риском который совершенно неоправдан на днях израиль на на фоне скандала заявлений министра иностранных дел россия лаврова объявила о том что собирается увеличить поставки гуманитарных и военных грузов в украину чем израиль израильское вооружение может быть полезно и интересно украине вы знаете израиль он ведет специфическую войну специфическую войну которая имеет некоторые отличия от нашей войны поэтому израиль может нам предоставить какие-то средства связи возможно какие-то какие-то типы стрелкового оружия очень полезна израильская медицина именно полевая медицина которая спасает жизни возможно какие-то средства доставки бронемашины вот такого такого типа вооружения и боевая техника знаменитый комплекс противоракетной обороны железный купол реально ли получить от Израиля ну в нашем случае он не сильно нам необходим потому что мы имеем дело совершенно с другой философией нанесения ударов у нас 80% боевого поражения осуществляется артиллерии артиллерия не покрывается или не не спасается железным куполом а например от ударов со стратегических бомбардировщиков которые выпускают крылатые ракеты крылатая ракета она летит немножко по другой траектории и железный купол ее может просто не перехватить железный купол в основном предназначен для борьбы с так называемыми неуправляемыми реактивными снарядами типа Катюша и так далее и тому подобное то есть против систем залпового огня или что-то вроде этого а баллистические ракеты способны останавливать нет там скорость скорость полета гораздо выше для того чтобы остановить в 5-6 раз превышает скорость звука скажите к 9 мая сможет ли Путин объявить о какой-то победе для россиян ну собственно поэтому они так отчаянно стараются взять азотсталь чтобы объявить о победе российской армии и захвате Мариуполя вот это единственное что они могут сделать а будет достаточно для россиян такой победы да для них это будет достаточно для них это будет достаточно и именно на это они рассчитывают почему-то отчаянно и ведется бой спасибо большое хорошего вам вечера